Окей, послание к евреям, 9 глава, сказано с 23 стиха. Итак, образы небесного должны были очищаться семей. Но мы сейчас разберемся, в чем дело. Само же небесное лучшими сих жертвами, то есть образы небесного должны очищаться какими-то жертвами. Само небесное очищается чем-то лучше, чем эти жертвы. Понятно, да? Дальше. Ибо Иисус Христос вошел, 24 стих, не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертву и собой. Обратите внимание, когда он явился. В конце веков. То есть прошло... То есть это было две тысячи лет назад. Библия говорит, что это, в принципе, начало конца. То есть история подходит к концу. Когда началось конец истории? Вот когда он явился. Понимаешь? Значит, он явился к концу веков. Явился для... Для чего? Сказано, для чего он явился? Для того, чтобы уничтожить грех. Как? Жертву своей. То есть, видите, там была... Речь шла о жертвах. А здесь тоже речь идет о жертве, которая принципиально отличается от тех жертв. Сейчас мы поймем, чем. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Вот это наша тема. Человеку положено, или в другом месте должно умереть однажды, а потом суд. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз, явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Ну, несколько тут вещей. Прежде всего, человеку должно умереть однажды. Все. Хочешь, не хочешь, самая, кто-то сказал, самая большая реальность этой жизни – это смерть. То есть, смерть, она неминуема. Должно, положено. После смерти Писание говорит, что будет после смерти. После смерти будет суд. Это не имеет значения. Или ты верующий человек, или ты неверующий человек. Но для верующего человека будет один суд. Судилище Христово, мы об этом поговорим. А для неверующего тоже будет суд. Он будет, может быть, чуть позже, в другом месте, но и другой, но суд. То есть, человек предстанет перед Богом после смерти. Любой. Всякий человек предстанет перед Богом перед смертью. It's good to remember that. Потому что у нас есть тенденция забывать это. Если ты помнишь, что ты предстанешь перед Богом в конце своей жизни, то это, хочешь не хочешь, это как-то повлияет на твое ежедневное хождение, на твою жизнь. Дальше. Но вернемся давайте в начало. Иисус Христос – это кто? Ишуа – это наш кто? Первосвященник. Первосвященник поставляется для принесения жертв за грехи народа. Послание к евреям, ключевое слово здесь, послание к евреям – превосходный. То есть, он превосходный, превосвященник, которые были до него. Завет, который он учредил, превосходней того, который был до него. То есть, все, что связано с ним, служение его превосходней, которое было до него, то есть, служение Моисея. Он превосходный, написано, что он как верен, как Моисей, как в доме его, но как сын, а не как служит. То есть, все, что связано с Иисусом Христом, и его жертва, и его служение, и его закон, и он сам превосходней. Превосходней все, что было до него. Его жертва превосходняя. Значит, он, как первосвященник, тоже превосходнее тех первосвященников, которые были до него. Почему? Потому что он принес себя в жертву сколько раз? Однажды. А те первосвященники, они приносили себя, приносили жертву, не себя, а приносили жертву каждогодно. То есть, каждый год – это когда? Раз в год на Йом-Кипур, на День Искупления они приходили в святилище, приходили с кровью, с жертвами, которые они выкупали, как бы, грехи всего народа. Чем еще отличается принципиальное служение Иисуса Христа от служения тех первосвященников? Я вам скажу, чем оно отличается. Когда Бог сказал Моисею построить святилище, скини, помните, там, вот этот ковчег и все это, вот, храм там, и туда входили первосвященники и совершали служение. Что это, в принципе, было? Нет, что это было за помещение? Что это было, вот это вот вообще? Ну, ковчег, ну, вот храм, да, вот это вот, что это было? Это было, это что было, вот это что было, святилище или что это было? Миша, можно, пожалуйста, вот предыдущую главу кликни вот здесь вот разочек? Смотрите. Ну, чуть-чуть, ага, хорошо. Смотрите, главное, главное же о том, о чем говорим, есть то, вот это вот самое главное, что мы имеем, это он сказал, что это главное, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одеснуя престола величия на небесах, и есть священодействие, святилище, и скини истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Понимаете, что я хочу сказать? Всякий первосвященник поставляется для принесения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исейб также принес, имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Смотрите, вот, которые служат, вот, которые служат образу и что? И тени небесного, как сказано было Моисею, смотри, говорит, сделай, построй там скинию строго по этим чертежам, которые Бог ему дал. То есть, когда вот эта вот скиния и даже этот храм, это было что? Это было истинное святилище Божие или нет? Но это было что? Это был образ и небесного. Они входили не там, где, в принципе, Бог, по большому счету, а они входили, весь Ветхозаветный. Это что? Это есть тень будущего. Это есть образ будущего. Мы же имеем первосвященника какого? Который вошел одесной престола величия на небесах. Он есть священнодетель святилища и скиния как настоистиной. То есть, он вошел, он же не вошел в здание, он вошел in the very presence of God. Потому что вот этот ковчег, это символизировал присутствие Бога. Это символизировал Бога. Но сам, но сама-то святилища, сам-то Бог, он восседает, его трон же на небе. Так вот, Христос не вошел в образ, он не вошел в модель, которая... Понимаете, есть машина, на которую ты приехала, а есть детская машинка, которая модель этой машинки. Она в масштабе сделана, скажем, один к ста масштаб. Она в сто раз меньше. То есть, и детки играются с этим. Так вот, весь Ветхозаветное служение, это вот было вокруг этой модельки. Понимаете? Так зачем вникать в это, и зачем сейчас заниматься моделями, когда у тебя есть настоящее первосвящение, который вошел в истинное? Зачем заниматься религией сейчас, когда у тебя есть вход не в модель присутствия Божия, а in the very presence of God? И у нас первосвященник, который вошел в истинную скинье. Понимаете? Вот главное, что он говорит, главное. И вот у нас такой первосвященник. Поэтому во имя Иисуса Христа, когда ты приходишь к Богу, и ты приходишь... Мы имеем дерзновение, помните, там сказано, имея такого первосвященника, мы приступаем с дерзновением к престолу. Ты не идешь к ковчегу, который символизирует Бога, а ты идешь к самому Богу. И это благодаря служению Иисуса Христа. Это благодаря чему? Это благодаря той жертве, которую он принес. Так что лучше? Какое служение лучше? Которое было до того, или которое сейчас? Ну, конечно, тут же думать даже не надо. Теперь, Миша, можно опять в следующую, в девятую нашу главу? Понятненько это, да? И вот... Где там мы были? В девятой главе, так? Угу. Поэтому... Итак, образы небесного, смотрите, 23 стих. Вот это вот скиния, это что? Это образ небесного. И Бог говорит, Бог дал закон, по которому этот образ должен очищаться. Но это имеет характер образа. И поэтому, говорит, ты должен принести в жертву этого тельца и этого козла, взять его кровь, и там целый закон, как это нужно сделать. Образы небесного должны очищаться вот этими жертвами. Небесные – это образы небесного. А теперь речь идет о самом небесном. Если ты говоришь о небесном, чтобы войти вот в это здание, которое есть модель, образ, тебе достаточно кровь тельца или козла. Но когда сейчас же нас не интересует это здание, даже его уже и нету, понимаешь? Мы сейчас хотим войти в небесное, понимаешь? Так тебе... Ты сможешь туда войти с кровью тельцов или козлов? Нет. Поэтому у тебя есть жертва превосходная, более превосходная. И поэтому небесная, для того, чтобы очистить образы, есть вот эти жертвы. А для того, чтобы очистить небесный вход, есть лучшие сих жертв. Поэтому сказано, что он пришел не с кровью тельцов и с кровью козлов, а со своей кровью. Со своей кровью. И ему не нужно приносить жертву за себя. Почему? Потому что он не согрешил, понимаешь? Его кровь, она уникальная кровь. Если, например, ты принесешь свою кровь или я свою кровь, так это будет за твои грехи. Твоя кровь, она мне не поможет. Моя кровь тебе не поможет. Почему? Потому что я сам виноват, и моя кровь, она за мои грехи. А твои грехи останутся на тебе. То есть от меня толку мало. От человека, первое, толку мало. Поэтому сейчас не нужно этим заниматься. Но его кровь, человека, Бога, который не согрешил, в его крови, она была притяна за твои грехи, а не за его грехи. И в ней ты имеешь прощение. В ней ты имеешь прощение. И благодаря тому, что он тебя освятил своей жертвой, ты теперь имеешь вход. Ты имеешь вход к Богу, непосредственно Богу, престолу благодати, получаешь прощение. И ему не нужно это делать каждый год. Почему? Потому что он единократным приношением принес себя в жертву. И теперь что мы сделаем? Теперь все верующие, они что делают? Они крестятся в Него, они погружаются в Него, они отождествляют себя с Ним. И даже его кровь пролилась две тысячи лет назад, но сегодня люди приходят к Богу, и они погружаются в Его смерть. Они верят в Его смерть, Его воскресение, и Его кровь, она снимает, умывает их от грехов. Вера их меняется в праведность, понимаете? Поэтому, это принципиально. Поэтому, он говорит здесь, что главное, чтобы мы понимали, какая жертва что тебе дает. Человек, который это понимает, я говорю о тех, которые это понимают, я не говорю о тех, которые это не понимают. Тот, который это «да» понимает, он не будет заниматься всякими обрядами, он не будет на это нажимать. Почему? Потому что он понимает, что обряды служили образу. Сегодня для небесного святилища эти обряды что? Не работают. Это понятно? Please remember that. Они ничего не дают. Или ты что-то делаешь, или что-то не делаешь, но что тебе дает? Тебя спасает его жертва, которую ты отождествляешься через свою веру, через свое упование. Ты погружаешься в его смерть, ты крестишься в его смерть, ты веришь в его смерть, ты веришь в его воскресение. И это меняется в тебе праведность. Это снимает с тебя вину, это снимает с тебя грех. И это делает тебя способным предстать перед Богом, и ты уже предстаешь не перед каким-то человеком или каким-то образом, ты предстаешь literally before the throne of God. Никакие обряды тебе это не помогут и не сделают для тебя это. Обряды служат только для образов, которых уже нету, которых сейчас нет. Храма нет, храма нет, скинии нет, ковчега нет. Что есть? Вера есть, и Бог, и небо есть. Понимаешь? И у тебя есть вход туда. Теперь. Иисус Христос. Дальше. Дальше пойдем. В этом стихе, в 28 стихе последнем, упоминается о его двух явлениях, двух пришествиях. Иисус Христос, однажды принеся себя в жертву, то есть Он принес себя в жертву, Он здесь был на земле, понимаешь? Потому что иначе нельзя принести себя в жертву. Он принес себя в жертву, чтобы убрать грехи многих людей, убрать грехи наши. То есть об этом и речи, мы об этом сейчас говорили. Дальше сказано, что во второй раз Он явится, во второй раз Явится Он не для греха. Он не будет заниматься грехами второй раз. Поэтому если человек думает, что сейчас вот я что-то там живу, так скажем, так, так как я хочу. Ну ничего, ну может быть где-то я увлекаюсь, где-то перегибаю палку, но я же знаю, что Господь придет еще раз. Ну так вот, Он придет еще раз, He'll fix it. He will not fix it. Почему? Потому что каждое пришествие имеет определенную функцию. Первое пришествие было для совершенно конкретной функции, для конкретного дела. Второе пришествие будет исключительно для конкретного дела. И Он не будет делать во второе пришествие то, что должно было быть сделано в первом пришествии. Второй раз Он придет не для того, чтобы очищать и смывать твой грех или мой грех. Он это делать не будет. Второй раз Он уже придет для, уже для спасенных, уже для прощенных, уже для оправданных. Для вот этих, которые пребывают во грехе, второе пришествие – это будет не радость. Это будет беда. Но те, которые ожидают Его, а ты не можешь жить во грехе и ожидать Бога одновременно. You can do it. Надеющий себя, Он очищает себя, как и Он чист. Понимаете, что это делает? Надежда. Надежда – это и есть ожидание. Первое Иоанна, третья глава. И всякий, имеющий надежду, и Он очищает себя, как и Он чист. Понимаете? Вот это вот делает ожидание. Поэтому, если ты Его ожидаешь и живешь во грехе, это два взаимоисключающих понятия. Или ты живешь во грехе, или ты Его ожидаешь. Одно из двух. Но и то, и то – нет. Поэтому очень важно уразуметь смысл Его первого пришествия. Это то, что мы сегодня имеем, на сегодняшний день. На сегодняшний день Он пришел один раз. И Он пришел с какой целью? Он пришел с целью для… Смотрите, вот цель. Для уничтожения греха как жертвы своей. Значит, чтобы у тебя, чтобы в твоей жизни не было греха, ты должен уразуметь Его жертву, которая была в первом пришествии. Значит, ты должен понять первое пришествие Иисуса Христа. Это должен, чтобы первое пришествие Иисуса Христа не прошло мимо тебя, чтобы оно не было в холостую для тебя. И вот, потому что люди ошибаются, неправильно стоят здесь. Посмотрите, что написано в послании, не в послании, а в Евангелии от Луки, в 17 главе. А, 20 стих. Смотрите, он стоит с фарисеями, они ему задают вопрос. И вот они его спрашивают, когда придет Царство Божие? Он отвечал, Царство Божие не придет приметным образом. Что это значит? Это значит, что оно придет, а его заметить нельзя. Оно не придет таким, так, что его… А, вот оно, а вот оно. То есть, оно не придет приметно. Оно не придет приметно. И не скажет, вот оно здесь или вот оно там. То есть, оно придет так, что ты не скажешь, а, вот Царство, а вот не Царство. То есть, оно неприметно. И вот он дальше говорит, что Царство Божие, оно уже есть внутри вас. То есть, оно уже среди вас-то. Я уже здесь. Я уже здесь. А вы его не примечаете. Вы его не можете приметить, потому что оно неприметно. И вот оно пришло неприметным образом, и вы его не можете приметить. А оно, говорит, уже здесь у вас. И потом, смотрите, в 23 стих тут важно заметить, что он дальше уже говорит не с фарисеями, а он дальше говорит с кем? С учениками. Почему? Потому что ученики – это кто? Это те, которые что? Которые верят в него, которые уже поверили, которые верующие. То есть ученики, disciples. И он им говорит, вот уже им говорит. «Придут дни, когда пожелаете видеть». А им он же говорит о том, что видно, о том, что приметно. «Пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажет вам, вот оно здесь, или вот оно там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистая до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Здесь он говорит про свое пришествие. Но здесь он говорит о видимых вещах, которые не то, что ты не заметишь, их нельзя не заметить. Такие вещи, как молния, сверкнувшая, видите, от одного края неба до другого края неба, так будет явление Сына Человеческого. Мы знаем, что когда его пришествие будет, будет, там сказано, что силы небесные поколеблются, и там будут такие вещи, что это не заметить, что нельзя. Значит, он им говорит о том, что Царство небесное придет очень даже приметным образом. Этим он говорит, что оно придет неприметным образом, а этим он говорит, что оно придет, да, приметным образом. Почему он так разговаривает? Потому что он говорит что? О двух пришествиях своих. Одно из которых будет неприметно, а второе будет очень даже приметно, настолько, что его нельзя будет не приметить. Так вот, если человек ждет, как они говорят, когда придет Царство, и вот они, потому что фарисеи, это же иудеи, они думают, что придет Мессия в славе, и он сбросит римлян и учредит Царство, обещанное Давиду, Соломону и так далее. И они ждут этого пришествия. Господь им говорит, нет, нет, нет. Оно будет, когда он придет во славе. Потому что он уже придет для чего? Помните, мы читали послание Киреев? Он придет не для очищения греха, а он придет для ожидающих, для уже верующих, оправданных праведников. А они еще не такие. Они не готовы для второго пришествия. Им нужно сначала уразуметь смысл первого пришествия, которое что? Не придет приметным образом. Его очень легко даже не приметить. И это то, что происходит здесь. Он говорит, когда же придет Царство Божие? Они спрашивают. Так оно, он же говорит, в 21 стихе, оно уже здесь есть внутри вас. Вон. It's right here. Ку-ку. It's right here. А они не примечают. Они не примечают. Они ждут вот этого. Он говорит, не ждите этого, потому что для вас это будет горе, а не радость. You are not ready for this. Это для тех, которые уже ожидают его воспасения. Это уже для праведников. Это уже не для грешников. А вы еще тут находитесь. Вам нужно еще очищение греха. Потому что он во второй раз придет не для очищения греха, а для того, чтобы учредить царство правды и истины. То есть царство, обещанное, это тысячелетнее царство, где будет праведник, куда не войдет ничто нечистое. А вы еще, you are not qualified for that. Вам сначала нужно получить прощение греха. А прощение греха дается где? В каком пришествии? В первом. Поэтому вы должны приметить его. Вы должны приметить его и отреагировать правильно, получить прощение и дальше проводить свою жизнь в ожидании, как верующие, как праведники. И вот для таких, для таких, тогда вам не нужно... Вон там было, вон там было. Но-но-но. Вы уже не ошибетесь. Второе пришествие, поймите, второе пришествие пропустить нельзя. Его нельзя перепутать ни с чем. Первое, пожалуйста. Первое можно и очень легко. И уже пропустили. И уже многие пропускают. И сейчас, видите, мир пропускает первое пришествие. Если сейчас будет второе пришествие, то горе этому миру. Его же пропускают и пропустили. Поэтому мы молимся за наших родных, которые пропустили первое пришествие. Оно пришло неприметно. Они ждут, чтобы он был на белом коне. Да, такое будет, но это будет второе. Он говорит о двух. Он здесь говорит о двух. В 9 главе мы читали, он говорит, что второй раз он явится. Второй раз он явится совершенно не для греха. И вот очень важно для человека понять смысл первого и второго. Это принципиальная разница между первым и вторым пришествием Мессии. Человеку должно умереть в этой жизни. Сколько бы ты человек не жил, или 30, вот видите, человек поехал на Гавайи отдыхать. Ну и не вернулся, умер там, утонул, что-то с ним случилось, пошел купаться, что-то случилось. То есть вот так должно. Ну один умирает 30 лет, другой умирает в 50, третий умирает в 100. Ну должно человеку умереть, или там положено человеку умереть. А потом человек уже предстает, когда человек умирает, когда человек умирает, он поэтому сразу, он потом, он предстает перед Богом. Мы это знаем? Мы это точно знаем или сомневаемся? Так почему же мы расстраиваемся, когда кто-то умирает? Мы же знаем, что человеку положено умереть. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он пожил еще дольше, там, когда человек, когда молодой умирает. Жалко, конечно, обидно. Ну, Бог не так смотрит на вещи. Но, тем не менее, человеку положено, положено умереть. И человеку еще положено потом, после смерти, предстать на суд. И вся мудрость человека заключается в том, чтобы помнить это. Ну, молодые на эту тему не сильно думают, потому что у них есть о чем думать. Ну, а когда уже тебе туда, так, уже мысли посещают тебя. Но мудрость заключается в том, чтобы об этом думать все время. Даже когда тебе там, когда ты школьник. Вот это мудрость. Это, и ты должен об этом думать. Почему? Потому что это то, что положено тебе. Это твой экзамен. You have to pass this test. Ты предстанешь, ты предстанешь перед экзаменатором. И это не какой-то там будет доцент, как он говорит, в университете. А это будет Бог. И ты будешь стоять перед Богом на суде. How about that? И вот это хорошо держать on the back of your mind. Может быть, даже on the front of your mind. It's even better. Ну, мы здесь собираемся, как верующие люди, потому что иначе сюда ты не будешь приходить. И давайте посмотрим, в каком суде, какой суд приготовлен для верующего человека. Потому что Христос сказал, что верующий в Меня, он на суд не приходит. Да, на суд, на котором будут, в котором люди будут осуждены, он не приходит. Но, тем не менее, есть так называемое судилище Христова. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, куда человек все-таки да, приходит верующий. Второе послание к Коринфянам. Стих, 10 стих. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Вот он говорит, всем нам, видите, всем нам, это он себя тоже туда включает, всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Речь идет о верующих людях. Потому что в другом месте он говорит, что если ты что-то неправильно строил из сена и соломы, то, ну, потому что ты верил, ты просто неправильно служил Богу, то ты верил, то ты спасешься, то есть ты получишь. Но награды не будет, потому что все твои дела сгорели, и поэтому награды не будет. Но спасение будет, спасешься как бы из огня, то есть спасешься. Но награда, видите, дела, то есть все, что ты строил, все, что человек сделал, сгорит, значит, он спасется, но награда, так как дел нет, значит, и награды нет. Значит, здесь мы видим, что, 10 стих, что он делал, живя в теле. Значит, судилище Христово будет на основании дел. А что это значит? Это значит, что не о спасении идет речь. Почему? Потому что спасение не по делам, а по вере. Правильно? Значит, я могу отсюда из этого стиха заключить, что здесь будет рассматриваться не моя вера, не мое духовное хождение, а мои дела. То же самое, что он сказал в 3 главе, как мы строили сено и соломы, золото. Если мои дела были сделаны как Богу угодно, то есть это были духовные дела, значит, Господь будет тут смотреть на мои дела, то тогда я буду получать в зависимости от того, как мои дела. То есть тебе дано 5 талантов? Пользуйся. Ведь тут Господь говорит, приходишь на судилище, покажи мне, где эти 5 талантов. Ты ему даешь, скажем, вот 5 талантов ты мне дал, они принесли, скажем, тебе вот еще 3 таланта. Ну, окей. Значит, ты заработал мне 3 таланта для моей славы, значит, вот я тебе даю какую-то награду. Я бы хотел тебе дать полную награду, но на полную награду ты не дотянул. Надо было, если полную, значит, было 5, значит, принеси еще 5. Ну, окей. Понимаешь? А потом человек говорит, вот ты мне дал 5 талантов, я тебе их возвращаю, вот они. О, так а где, а где, а где, а где на ваше? Понимаешь? И уже вот Бог будет судить, Бог будет судить. А другой говорит, вот ты мне 5 дал талантов, я тебе принес 25 талантов. Господь говорит, вау, реально, ну-ка, let me see. А оказывается, что это были дела плоти. Говорит, это не для моей славы. Поэтому, говорит, ты, говорит, покайся в всех делах, этот, эфеское, и твори прежние дела, потому что прежние дела, может быть, они didn't look as good, но они были, по крайней мере, для меня. Они были правильные, они были в духе. А то, что ты сейчас делаешь, это все такое для себя, понимаешь, для своего служения. То есть это Бог будет взвешивать это все. Намерение будет взвешивать. Мотивы будет взвешивать. Вот это вот судилище Христово. Поэтому здесь, поэтому это тоже, как верующие люди, мы должны помнить, что ты будешь стоять перед Богом. А ты скажешь, а я не знаю, что мне делать. А это ты уже с ним сама разговариваешь. Я тоже не знаю, что тебе делать. Дай Бог, чтобы я знал, что мне делать. Если человек верующий, это не значит, что не все тут будут только служители или пасторы, которые там. Тут будут верующие люди, которым Бог дал что-то делать. Это не обязательно где-то там какой-то милистри, это какая-то жизнь, это какой-то жизнь верующего человека. Жизнь верующего человека. И она должна каким-то образом приносить славу Богу, жизнь любого верующего человека. И что делать, это нужно уже, человек должен сам смотреть, что ему делать. Но смысл какой? Что ты должен знать, что ты, у меня сейчас не эта тема, у меня тема такая, что ты будешь стоять. И я хочу, чтобы вы помнили это. Я хочу, чтобы вы это помнили. Вот посмотрите, что написано в послании, не в послании, в книге Экклесиаста в 11 главе. Вот юноша. Юноша, веселись в юности твоей. Ну что юность? Павел говорит, юношеских похотей убегай. Ну, юности свойственно что? Похоть. Ну, ему хочется то, ему хочется все, молодое, сами понимаете. То есть ты веселись, юноша, have fun as much as you want. И вкушает сердце твое радости во все дни. То есть, enjoy. И ходи по путям, смотрите. И ходи по путям сердца твоего. И по видению очей твоих. То есть, ну, что молодой парень видит, можете только представить. То есть, do whatever you want. Но, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Окей. Видите, как он говорит, ты делай, что хочешь, веселись, веселись. Ты это знай, а теперь делай, что хочешь. Если ты знаешь, если ты знаешь, что Бог вот за все это, если ты знаешь, что Бог за это дело приведет тебя на суд. И ты знаешь, что это дело перед Богом, потому что дела-то Бог взвешивает не на твоих весах, а на своих весах. Если ты знаешь, что это дело на Божьих весах doesn't look good, would you do that? Would you do that? Не будешь. Да, но мы это делаем. А почему мы делаем то, зная, что это перед Богом неправильно, все равно мы делаем. А почему? Потому что мы что? Мы не знаем, что мы придем на суд. Я знаю, нет, не знаешь. Но забываешь, какая разница. Я знаю, но я забыл, но какая разница. Еще хуже, что забыл. Лучше бы не знал. Понимаете? Поэтому вот на эту тему я бы хотел, чтобы осталось это у вас. И вся мудрость жизни человека заключается в том, чтобы это помнить именно с юности. С юности. Потому что когда человеку уже там 70-80, то у него уже... Он уже и не видит, он уже и не слышит, он уже ничего не хочет. Ему уже все неинтересно, ничего не болит, и это все уже хорошо. Он уже, да. Но мудрость заключается, чтобы молодой человек это понимал. Молодой человек это понимал. И хранил себя вот так вот всю жизнь. Держал это вот перед глазами своими. Потому что это все будет перед Богом потом взвешено. И в зависимости от этого человек будет получать. Неверующий человек тоже придет на суд. Но он придет на суд на тысячи лет позже. Это будет после тысячелетнего царства. И мертвые воскреснут. И они пристанут на суд уже пред престолом. Там уже будет другое. Там уже будет осуждение. Там уже будет... Они придут на суд, чтобы уже получить вечное осуждение. Осуждение значит полное навсегда отделение от Бога. И тоже будет смотреть эти дела. Но эти дела будут степень наказания. Степень там... Уровень того ужаса, которым будет переживать всю вечность. То есть я не знаю. Кто... Один будет бит больше, другой будет бит меньше. Помните, он сказал. Поэтому мудрый человек, верующий человек, он помнит это. Не значит, что нужно жить все время в страхе. Но в какой-то степени, может быть, и нужен какой-то страх. А как апостол Петр сказал, зная это, мы... А, Миша, можно, пожалуйста, второе послание к Коринфянам? Опять. И Петр сказал в другом месте, что поэтому со страхом проводите, что не странствование ваше на земле. Со страхом. И трепетом, да. То есть страх и трепет должен сопровождать дни наши. Это не значит, что нужно ходить... Но это какое-то благоговение. Помнить нужно. Помнить нужно. Один из тестей. Итак, зная страх Господень, мы выразумляем людей. Знать страх Господень. Что это значит? Это то, что ты предстанешь предсудилище Христово. В другом месте сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Но это не то, что страх, который плохой страх. Это есть страх Господень. Страх Господень – это не нужно изгонять. Это страх Господень – это то, что мы должны жить с этим. Он нас держит в праведности. Он нас держит out of trouble. И вот это нужно знать, и ты должен это помнить. А что такое страх Господень? Ты должен просто знать и помнить, что ты будешь стоять перед Богом. А если мы доживем до следующего года, я там опять на вас страх наведу какой-нибудь. Напомню, да. А теперь мы говорим по-настоящему. Спасибо, посмотрите. Продолжение следует...